В Рязанской области изъяли контрафактные сигареты. Аресты проходили сразу по трём адресам. Задержано около 20 человек. Сигареты без фильтра производили в одном из ангаров в промзоне на бывшем заводе «Центролит». Склад готовой продукции располагался в районе Сосоевского кладбища. Под хранение расфасованных сигарет использовались два гаража. Продукцию сбывали в соседних областях. Незаконное производство функционировало в течение года. Упаковочные материалы готовой пачки сигарет хранились в антисанитарных условиях. Обслуживали линию восемь выходцев из Средней Азии. Двое из них находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. Работники проживали в вагончике рядом с цехом. Вокруг территории был установлен забор. Иммигрантам запрещалось выходить за его пределы. Сотрудниками уголовного розыска и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Рязанской области. Во взаимодействии с представителями ФСБ России и Росгвардии в городе Рязани и селе Чулково было пресечено изготовление и хранение табачной продукции без предусмотренной законом маркировки. Еще один цех и склад полицейские обнаружили в арендованном ангаре в селе Чулково на территории Скопинского амортизаторного завода. Две линии также обслуживали восемь человек. При появлении полицейских сотрудники пытались уничтожить следы и подожгли коробки с сигаретами. Однако эта уловка не помогла. Им удалось сжечь лишь часть табачных изделий. Исследование подтвердило, что на автоматизированных линиях в городе Рязани в Скопинском районе сигаретные пачки были оклеены поддельными акцизными марками. Следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. По самым скромным подсчетам, стоимость изъятой продукции составляет более 30 миллионов рублей.